Добро пожаловать на канал Урожай Ягод. Сегодня хочу рассказать о клубнике сорта Мальга. Это сорт нейтрального светового дня, который плодоносит целое лето. Сложилось, что рассадкой, размножением, посадкой клубники занимается в основном муж. На мне такая работа, как прополка, выборка, ну и конечно же дегустация. Вот с этой стороны я бы и хотела рассказать об этом сорте. Как видите, сорт Мальга очень, скажем так, плодовит. Вот такие вот кусты и вот столько на нем нацеплялась ягодки. Ягода очень крупная, на цветоносах ее очень много. Вот такая вот она красавица тут лежит. К сожалению, эта весна у нас, скажем так, не задалась. Погода была не только холодная, но и дождливая. Буквально вот только пару дней, как нету дождя, сегодня тоже с утра шел дождь. И, к сожалению, из-за этого наша Мальга немного вот пострадала, вот в плане начала подгнивать. Но, скажем так, при такой погоде от гнили страдают буквально все сорта клубники. Так что тут нельзя сказать, что она в чем-то хуже остальных сортов нейтрального светового дня. Но, несмотря на то, что стоит такая вот неблагоприятная, как для клубники, для созревания клубники погода, Мальга все равно продолжает радовать своим вкусом. Конечно же, она не настолько сладкая и ароматная, как в летнюю погоду, когда более сухо и тепло. Но, тем не менее, она не водянистая, а сочная. Присутствует в ней немножко небольшая кислинка. И вкус вроде бы как слегка немного разбавленный. Но при этом ягода все равно имеет ярко выраженный клубничный вкус, как для меня даже с легким привкусом земляники. И все равно она вкусная, скажем так. Мне она очень нравится. Вот на этой грядке кусты посажены были в прошлом году, в июле месяце, из укорененных в стаканчики усов. Как видите, куст уже очень большой, очень мощный. Вот такую он уже зацепил ягоду. Много цветоноса вот это вот кусты. Здесь они у нас посажены в два ряда, чтобы ягоде было место, где созреть, чтобы она была больше на свету, на солнце. А вот эта же грядка, только чуть дальше, здесь мы посадили уже в три ряда. И здесь из таких же усов было посажено, если я не ошибаюсь, конец сентября, начало октября. То есть кустики, соответственно, намного меньше. Но при этом уже они вот такую вот ягоду выдают. То есть не мельче ягода от того, что молоденький куст. С одной стороны, здесь получается, чем лучше, именно в такую дождливую погоду, куст небольшой, но при этом дает крупную ягоду и больше проветривается сама грядка. И тут намного меньше подгнившей ягоды. Ну и плюс к тому же она будет продолжать плодоносить даже в течение... Не даже, а как и положено, в течение лета и успеет нарасти куст. Я так думаю, что еще эта именно грядка будет работать не только в этом году, но и в следующем. Ну, как видите, даже молодые кусты дают очень хороший урожай. Вот кустик небольшой, буквально 3-4 листика на нем, но уже вот один цветонос, второй. И продолжает она еще и там выгонять. И ягода очень крупная, очень тяжелая. Вот эта ягода где-то порядка 50 грамм весит. Ну, может впоследствии будет и полегче ягода, потому что сейчас она воды набралась. Но тем не менее, она не водянистая. Она сочная. Именно сочная, но не водянистая. То есть, как видите, сорт урожайный. Мы, в принципе, постоянно обновляем свои сорта, добавляем новинки. И если нам чем-то сорт не нравится, мы от него избавляемся. Но от мальки мы избавляться однозначно и не собираемся. То есть, он уже заслужил свое место на нашем участке, на нашем ягоднике. Сортом малька мы очень довольны. Надеюсь, видео было интересным и полезным.